Прошу представить вашему вниманию теорию и практику применения мирового соглашения медиации в гражданском процессе. Это тема 12 недели для магистрантов первого курса по дисциплине теории и практике применения гражданского и гражданского процессуального законодательства. По данной теме будем рассматривать основные моменты в отношении примирительных процедур в гражданском судопроизводстве, возможность достижения мирового соглашения. И, кроме того, рассмотрим основные моменты относительно медиации. Для начала, в отношении примирительных процедур. В Казахстане по гражданскому процессуальному законодательству используется для осуществления гражданского судопроизводства. Применяются три основные примирительные процедуры. Мировое соглашение, когда стороны сами приходят к определенному единому решению до вынесения судом определенного решения по делу, то в данном случае, в этом случае они каких-либо со сторон других сторон для вынесения определенного или же для разрешения этого конфликта или разногласий по гражданскому делу, они никого не привлекают. В втором отношении это примирительная процедура относительно медиации, которую мы сейчас вводим в основные моменты, которые мы будем рассматривать. И в-третьих, это партисципативная процедура, когда то же самое понятие, когда мировому соглашению приходит непосредственно к внесению или разрешению данного гражданского судора, приходит посредством привлечения представителей сторон, которые без участия судьи, но фактор то, что судья предоставляет им возможность в течение определенного периода достичь согласия по данному конфликту, по данному разногласию, спору, и в течение которого установленный промежуток времени представители сторон и стороны могут прийти к единому решению. Третий вопрос. Вот эти три основные процедуры являются примирительными процедурами, которые установлены в Гражданском процессуальном кодексе Республики Казахстан. Кроме того, закон о медиации также устанавливает одну из таких процедур. Вы видите на слайде сам закон, и к нему имеется законодательный акт внесения изменений и дополнений в него. Что такое медиация? Чем характерны первые две примирительные процедуры, которые ранее мной были озвучены, тем, что в данном случае к ним, по идее, для разрешения определенного конфликта, для того, чтобы прийти к единому определенному решению в данном конфликте, и при этом это происходит до вынесения судового решения, стороны не привлекают никого со стороны, то есть участвуют либо сами, либо представители с того. В отношении медиации это немного иная форма разрешения спора, которая предполагает участие уже нейтрально незаинтересованной стороны, то есть она будет авторитетной для обоих сторон. Медиация, то есть процедура примирения, по которому, видите, две стороны, которые не могут прийти к определенному решению, то есть имеется конфликт, спор между ними, и при этом приходит переговорный момент, когда медиатор входит в этот процесс. То есть абсолютно добровольные, данные добровольные переговоры происходят, где медиатор помогает разрешению данного конфликта, то есть он создает определенные условия в нем. В чем эффективность данной процедуры? В том, что обычно медиация чисто очень удобна, когда имеются определенные тесные деловые личностные отношения. В публичном отношении это рассматривать то, что здесь медиация, она всегда конфиденциальна. В данном случае она эффективна тогда, когда спор является очень сложным, видите, как в юридическом, так и фактическом плане. В ней задрагиваются определенные вопросы, которые имеют коммерческий характер. То есть в данном случае спор, которым стороны не могут разрешить конфликт, но при этом не хотят никого привлекать, в том числе и суд для его разрешения, то в этом случае медиация намного будет эффективна для применения. Кроме того, не забываем, что медиация применяется, как и до суда, и, кстати, в любое иное время не обязательно является участие непосредственно в судебном процессе обращаться в суд. Цель медиации, в первую очередь, это разрешение самого конфликта, и, естественно, уровень конфликтности сторон. То есть в данном случае определенное психологическое отношение, взаимосвязь сторон, оно должно быть сохранено. Основные принципы медиации, то есть независимость, равноправие ставрон, добровольность, естественно, когда медиатору приходят обе стороны добровольно, и никто не вмешивается в эту процедуру, и конфиденциальность, естественно. Почему? Стрелки идут одна за другой, то есть они все обеспечивают фактор тайны, сохранения тайны. Добровольность, говорят о своем волеизъявлении, стороны могут отказаться от медиации на любой стадии. Кстати, стороны могут отказаться от самого соглашения, которое было достигнуто в результате медиации, и после этого обратиться непосредственно в судебные органы, в суд за возможным разрешением их споров. Когда применяется медиация, вот основные сферы, в которых применяется медиация, трудовые споры в банковской сфере, семейные, в образовательной сфере и так далее. В принципе, круг отраслей, круг областей общественных отношений, он довольно-таки широкий. В данном случае, именно в гражданско-процессуальных отношениях, конечно. В этом случае есть одна установка, по которому стец имеет возможность именно поднять вопрос о том, чтобы достичь мирового соглашения. То есть непосредственно это право является исключительно правом истца, и по суду, когда суд рекомендует вопрос или поднимает вопрос о возможности разрешения конфликта именно мировым соглашением, то в этом случае, в первую очередь, это должно исходить от истца. Естественно, данное мировое соглашение, оно должно быть подписано сторонами, только после этого утверждается судом, непосредственно его судебным решением. Естественно, в данном случае, приобретает юридическую силу как документ непосредственно судебного формата. То есть это будет судебное решение. Медиация, видите, это альтернатива судебного разбирательства, но она не ограничивает доступ к суду. Естественно, медиация, она предполагает то, что, в принципе, если стороны не удовлетворены удовлетворены его самим процессом медиации, это не решением, которое было принято в результате ни условиями осуществления, ни самим медиатором, то они могут обратиться либо к другому медиатору, либо обратиться непосредственно в суд. В данном случае прекращение медиации, к чему оно ведет? Либо происходит подписание, соглашение данного об регулировании данного спора, либо идет письменное уведомление о прекращении самой медиации. В данном случае эти документы должны быть предоставлены в суд в обязательном порядке в связи с тем, что суд после этого должен осмотреть правильность проведения данной процедуры и, кроме того, принять во внимание решение, а является ли данное решение соответствующим законодательству и, возможно, далее утвердить данное решение в виде судебного решения. Данное, извините, соглашение в виде судебного решения. Чем отличаются медиация и судебная, в данном случае тяжба, мы говорим, либо в данном случае судебное разбирательство и медиация. Друг от друга отличаются тем, что, во-первых, суд – это все-таки определенный процесс формальный, публичного характера, контролируется суд государством, он ориентирован в отношении вопроса о разрешении конфликта, в нем имеются вопросы о доказательственной базе, то есть в данном случае необходим сбор фактов и доказательственной базы, которые осуществляются обеими сторонами, правовые позиции, он ориентирован на прошлое. В данном случае есть стратегия в духе выигрыша-проигрыша, то есть в данном случае, и кроме того, это довольно-таки, видите, на самом слайде, это дорогостоящий процесс, это вопрос о том, что длительность может занять длительное время, кроме того, вопрос о том, что, естественно, психологическая взаимосвязь между участниками процесса, она может быть потеряна, и, кстати, навсегда, то есть в данном случае создает определенный психологический формат, потому что суд не ориентирован на то, чтобы разрешить именно психологический конфликт. Медиация все-таки это конфиденциальный процесс, он основан на автономности, добровольности, уважении различных интересов, больше, конечно, психологического формата это создание определенных благоприятных взаимоотношений, и, кроме того, естественно, это экономия времени, экономия средств, экономия в психологическом отношении, то есть более справедливый процесс в данном случае, и, возможно, то, что даже решение, принятое в результате медиации, оно может быть обоим сторонам, быть довольным не только чтобы справедливым, а принято обоими сторонами по воле и заявлению сторон, в связи с тем и в данном случае медиация будет более приемлема. Но, кроме того, в гражданском законодательстве существует фактор того, что медиация может быть не применена уже по отношению к иным другим спорам. Об этом уже вопрос именно уголовного формата. Спасибо всем за внимание. До встречи.